МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Если речь вести о малообеспеченных семьях, которые имеют детей школьного возраста, то им можно обращаться в органы по труду занятой социальной защиты с оказанием адресной социальной помощи. Если они будут подпадать под те нормы для оказания адресной социальной помощи, то им будет оказана адресная помощь для приобретения школьных принадлежностей. Установы эдукации Гомельской области завершают с подрыхтовку до нового научного года. Повные коррективы у ГТ-процесс унесла на дворья. У вынеку моцного ветру некольки школ оказались пошкодженными, але в целом работы проводятся сгодно с планами. Олег Сентюров подекавился с ситуацией у Галине. У 40-й Гомельской средней школы до нового научного года готовые процентов на 99, 1% на розные дробные работы на кшталт завершения доброупорядкования территории. У самой школы отчувается пах свежей фарбы, а у классов все готово до приема учняв. Причем наставники поспели не только створить те шкутки здоровья, але и оформить у столицы цепешного версия школьные дожки. Плюс подрыхтовали для першоклассников специальные подарунки. У День ведов усе першоклассники отрамают подарунок от президента краины «Беларусь наша родима». По словах наставников, 95% учняв перших классов уже ведающие литры, а то мы смогут прочитать книгу самостоянно, коли не усил то хотя бы частково. До речи, в этом году у 40-й Гомельской школы першоклассников будет маль удвоя больше, чем летать. И справа не только у приобщения демографичной ситуации. Каб дети приходили минавито у гэтую школу, наставники провели активную рекламную кампанию. Причем придуть в учни, узнать на обновленную школу. На подрыхтовку данного чайного года сродку затратили, а маль утрая больше, чем летать. Нечем допомогли батьки, частку зарабили на платных послугах. А кроме того, большинство работы выполняли уластными силами. Школу радости создать не очень легко. Но когда ее создаешь своими руками, то это действительно получается школа радости. Приятно, когда в микрорайоне жители идут мимо школы и говорят о том, что школа имеет свое лицо. И радостно, что вот такой образ мы создаем собственными руками. Сгодна информация об основе управления эдукацией, все улета на подрыхтовку установ Галины до нового научального года накировали больше 100 миллиардов рублей. 44 за яких спонсорские сродки. Зоникам того, что подрыхтовкой на Гомичне займается каждый год, то у первоважной большинстве школ спотребился только косметичный ремонт. У Вугли практически все запланованные работы выканали у термин. Выключение склали некольких установ, якие потерпели у вынику стихии. А не и тут ремонт уже наближается до завершения. Было раскрыто больше 600 квадратных метров кровли, где были выбиты окна. Сегодня заканчивается проведение этих всех ремонтных работ. Это в самом Добруши. В Житковичском районе, Хильческая школа, где более 300 квадратных метров раскрытия кровли. Сегодня там ведется работа по исправлению этой ситуации. То есть стихия нас затрагивает, в том числе учреждения образования. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Дарыша размова про подрыхтовку до нового научального года поди заутра у программе «Диалог». Гостем студии станет начальник управления эдукацией гомельского облвыконкама Сергей Порошин. Свои питания, пропановы и зауваги вы можете адресовать гостю программы по телефоне промога эфиру «Гомели» 77 68 45. Долучайтесь до диалога завтра у 18 годин 10 хвилин на телеканале «Беларусь-2». Как долучать молодь Гомельшины до корыстной паза навучальной занятости у летний период, в регионе створено немало специализованных працонных отрадов. Дарыш, особные из них денежнуюсь на протягу сяго года. До прикладу медицинские отрады Беларуского Республиканского Союза молодзи, у которых заденешены студенты Гомельского державного медицинского университета. Для будущих медиков эта добрая махшимость не только подзарабить, а и повысить узровень своих ведов и навыков. Вероника Ворошилина с подробностями. У супрацовников Гомельской городской станции худкой медицинской допомоги працы за все дыхапая. Летом за сутки в диспетчерскую службу поступает 500 до 700 выкликов. Зимой и в эпидем сезон эта лишьба возрастает в разы. Тут круглосуточно готовы оказать худкую и неоткладную медицинскую допомогу детячему и дорослому насильниству Гомеля и района. При таким напруженном режиме допомога с боку медицинских отрадов николи не лишняя. Большой конкурс на занятие этих мест в этих отрядах. Всего сейчас задействовано в трех отрядах 30 человек. Получается по 10 человек в каждом. Сейчас это попроще, конечно, ребятам, когда у них нет ни учебы, уже практика закончилась, но в учебное время им это дается немножко сложнее, но это их не останавливает. На Гомельщине медицинские отрады Белорусского республиканского союза молоди появились первыми в республике. Сейчас они объединяют студентов Гомельского государственного медицинского университета. До речи, сострекаются сирот их и работают с досить богатым практичным опытом заплячима. Поскольку я вначале учился на медсестру, этого показалось мало, потом доучился на фельдшера, и теперь вот доучился на врача. Мне тут очень понравился, великолепный коллектив, отличные условия труда. Это не просто способ зарабатывания денег, это, я считаю, способ устраивания своей жизни в дальнейшем. В вольный час в опытные коллеги проводят для студентов наглядные занятки и майстер-классы. Их знайомят за всталяванием и процедурами, які им спотребятся у будущей профессии. Начинают, как правило, с более простых манипуляций, снятия электрокардиограмм, наложение различного рода повязок. Далее уже могут проводить на должности фельдшера внутримышечные инъекции, внутривенные инъекции, постановки катетеров различного рода. Самые молодые с трех медицинских отрадов – урачы НЕКСТ. Студенты, які у ЯГОУ выходят, заденечены у якости медсестер у разных отделениях Гомельской областной клиничной больницы. Яны вымирают пациентам артериальный тиск, раздают таблетки, а так само выполняют шерох інших обовязков. Гэтые ребята, як и многие іншые, что працуют у медицинских отрадах БРСМ, притримливаются меркования. Материальный аспект у подобной справе не самое головное. Куды важнее махчымасть повысить узровень своих практичных навыков и набраться в опыту у квалификованных коллег. С собственными коллегами вообще работать интереснее гораздо. Они подскажут, всегда помогут. И каждый час, каждый день с ними проведя здесь, я поняла, что это действительно большой опыт именно в медицине. Первые медицинские отрады БРСМ на Гомельшине начали працовать год тому. Практика показала, зараз яны вельми запотребованы, як серо студентов, так и медустанов, які примают на подмогу гэтую молодую гвардию. Вопыт гомельчан, до речи, уже узяли на узбраєння у Витебску. Вероника Ворошилина, Александр Александронец, Валерий Гопанько. Телерадио Компания Гомель. Гомельшина застаётся одним из самых привабных регионов Беларуси для развития розных видов туризму. Только про стурфермы. За минулый год нашу область наведали амаль 2000 замежных грамадян. Это без уліку тих, які здесняли ознаймленшые поездки и туры самостойно. Об этом сегодня рассказал нашальник управления спорту и туризму гомельского облвыконкама Дзянис Язерский. По час эфіру программы «Задай питання уладзе» на Радуе Гомель+. Найбольшей популярностью наш регион користается у грамадзян России, Украины, Польши, Германии, Италии. При этом больше з них проезжаюць на Гомельшину не одноючы. Туристы упрытягивают спеш за усе малявнішые месты, природные заповедники, узровень сервісу и туристичные инфраструктуры, які с кожным годом расте. А так само, что особливо важно на фоне экономичных проблем во усім свете – прямальные цены. У першую чергу гэта тышыцца мясового агротуризму, на прамку, які отрымаў развіцё за опошні 10 годов. І хоч агольная колькась агросядзібаў за опошні годы некалькі скаратілася, спеціалісты означаюць росту зровню якості обслуговання. Бугаўта галунная умова ў конкурентной боротьбе і ў той же час стымул для далейшого развіця сервісу. Мы на сегодняшний день немножечко должны учиться у тех стран, у которых агротуризм, он уже на протяжении многих лет развивается. То есть нам для того, чтобы всё-таки быть и конкурентноспособными, и привлекать не только беларусов, но и иностранных граждан, надо не стоять на месте, надо развиваться, надо внедрять новые какие-то фишки. Нам надо понимать, что у нас нету лазурного берега, у нас нету гор. То, что может быть сегодня является как бы визитной карточкой этих государств. Но у нас есть другие ресурсы природные, которые мы должны уметь красиво представлять, заинтересовывать. Сезон палявання на Гомельшине сё літа починаецца крыху поздней, чем звышайна. Яго открытё отбудецца 22 жниўня. Такая мера, звязанная с пожаронебеспешным становешам у лясах регіона, про яким увыннику стрелу може почацца узгаранне. А крамя таго, пакуль заховываецца забарона на наведывання лясоў у целым. Расшахліць трэльбы палявніші змогуць толькі ў суботу. З гэтага дня дазволіно палявання на водоплавную і болотную дзешыну, а так сама слонку, вехера, голубашызага, перапёлку і фазана. Выключэння складаюць гусі. Палявання на їх адкрыцца толькі ў верасні. Паляваць дазволіно ў светлый шасутак з выкарыстаннім гладкоствольной зброї і патрону саширотам. Спеціалісты нагадываюць про неапходнаць мець дазволюю документацію і строга выконываць патрабаванні бяспекі пра выкарыстанні агнестрэльной зброї. Не гледяшы на працяглую спякоту, гомельска в області не адбулось росту колькості загінушых на воде. В опаравнанні з аналогічным перээдам минулого года, статыстыка трагічных выпадков скоротілася ў двоя – сямідесі да трэцті двух фактаў. В сяротах вяраў воды – п'ятёра дятей. Характерна, што ў меццах, спецаальна адвеззінных для купання, не адбулось ані аднагога трагічного выпадку. Супрацовнікі асвод добросумлі нанеслі службу на вырытовальніх пастах і станціях. Регулярна праудзілі рэйды і інші профілактичні меропраємствы. Вынік – становчы. Папарайжанна звыш трохтысячня шасных выпадкав. Вырытована бочі як 70 чалавек, у тым ліку 13 дятей. В целом задачи эти выполняются успешно. В местах, отведённых для купання, не допущено гибели людей. Снижение количества утоплений произошло благодаря участию и взаимодействию всех субъектов профилактики и той проводимой работой, которая проводится совместно и местными органами власти, а сводом, а также других субъектов профилактики. Я в спорте. Сюня у Гомеле распочался областный этап с поборництву по футболі, сяродзяті і подлеткав, скураны мяч. За право згулять у республіканскім фінале змагаються 18 команд. Складзіных заробят 2001-2002 гаду нарадження. Амальзусіх районав області Гомеля. Головная умова с поборництву удзельнішують толькі аматоры. За гульнями будуших зорок беларускага футбола назіраў Максим Савін. Гісторая турніру скураны мяч наличвая більш за 50 годов. Но першыню провести такі споборництву пропонаваў вядомы советскі футбольны галкипер Леу Яшин. Першы турнір провялиўся рыдзені 60-х годов минулагостагодзя. Мы им приняли ўдзел некалькі мільйонав юных футболістав. Зараз в нашай країні масштабы, канешні, зусім не такіе, але мэты засталіся неазменными. Здаровы ладжыця і пошук новых талэнтаў. Все дзеці должны прайці как бы эту ступень, кожаны мяч, пачему, патаму, што много талантов цыряецца, а их нужно искать. И вот одно из соренавані, каторые, дзе можна найти талант, талантливых ребят, то есть соренавані кожаны мяч. Футбол-спорт номар адзін. І гуляюць ў яго многі і амаль паўсюдна. Сабраць добрую каманду, якая зможы годна, прадставіць район на обласным узроўні, не вельмі складана. Чуть ранші весной были районны соревновані, привозіли з других школ, не талка з гордоветкі, но з других районів. І там немножко сматряли, отбирали. У нас искусственное поле маленькое, іс веткі, паэтаму там, ну, пастояна занято, і каўды вечер там можна встретіць ребят, краскейць, каторые приїхали. Турнір аматорске, але ўсё пасаправдному. Перед гульной трэнер ставіць задачі, размеркова і обавязкі на футбольным поле. Усё астатніе ў руках гульцов. Пераможцца обласных спаборництва ўскураны мяч адпраецца на республіканскі фінал, які адбудецца ў верасні. Максим Савін, Валерий Гапанько, Телерэдоо кампанія Гомель. На гэтым выпуск завершан, у студы працавала Маргарита Шубукова. Усёго добрага і до сустрэші у эфіре.